Вчера подруга решила лечиться интернетом. Она нашла совет, что если съесть 100 граммов чеснока, запить всё это стаканом тёплого молока, а после упутаться в красное одеяло, то насморк как рукой снимет. А там не забыли написать про жевательную резинку для чеснока, а ещё про ведро у кровати, ну, на случай, если чеснок с молоком не пойдут, и про красное одеяло. Лучше его заменить зелёным, всё-таки цвет здоровья. Эффект тогда наступит намного быстрее. Здоровый скептицизм. Но ты только послушай. Было подсчитано, что около 175 миллионов американцев воспринимают интернет в качестве персонального медицинского консультанта. Таких людей называют киберхондриками. Они пытаются самостоятельно, с помощью глобальной паутины, узнать свой диагноз и найти рецепты по лечению своих заболеваний. По опросам, около 17% из этого числа каждый день заходят в интернет за тем или иным ответом по лечению своих недугов. По странам Центральной Азии таких данных нет. Но наверняка цифры немалые. И всё бы хорошо, если бы не данные других исследований. Более 90% медицинских сайтов, а их глобальная паутиня за последние годы развелось в великое множество, предоставляют недостоверные данные, отмечают российские исследователи. Пользователи интернета сумели даже доказать это. Они провели эксперимент. Мужчина зарегистрировался в системе автоматической диагностики заболеваний и указал симптом – боль в спине. Следующим вопросом был – не беременный ли он? Вот врачи и советуют пользоваться информацией в интернете исключительно в образовательных целях. Где находится какой орган в теле, как пройти вакцинацию, где найти ближайшую к дому аптеку и не более. Дальше непременно следует обратиться к квалифицированному специалисту. Я, например, перед походом к врачу частенько ныряю в интернет. Вот на прошлой неделе ходил, запросить сдавать. Прихожу к специалисту, а он меня своими терминами грузит. Был и азинофилов у меня много в крови. А я его уже не спрашиваю. Сам знаю, что это признаки аллергии. Так это, это, это шаманская хвороба, это что, не, не, не выдумка? Ты найдешь лекарство. Да, найдешь. За два это суток. Но я вообще впервые о ней слышу. Здесь нет МРТ и нет пенициллина, и надо бы анализ крови сдать. А ты к альвам обратись, а не это запросто. Не всем врачам нравятся пациенты, задающие слишком много вопросов. Некоторые медики и вовсе испытывают страх, когда их пациенты ищут в сети мединформацию. Такие больные, невероятно мнительны, находят у себя несуществующие болезни и частенько выписывают себе лекарства. Самое главное, что нужно знать, критически подходите к любой медицинской информации. Попытайтесь найти ответы на ключевые вопросы. Кто предоставляет информацию? С кем сотрудничают? Какое учреждение поддерживает этот сайт? Когда в последний раз обновлялась информация? Связан ли данный сайт с какими-либо компаниями? Нет ли у него договоренностей со спонсорами? Рекламных обязательств? Каковы источники информации? Эти сведения не уберегут вас на 100%, но по крайней мере в разы снизят риски получить непроверенные данные. Весьма опасное занятие. Я бы не стал глотать таблетки, если бы не был уверен в точности диагноза.